А вы хоть раз задумывались, за что именно нас могли посадить в тюрьму? Возможно, мы могли что-то украсть. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре игрушка под названием Симулятор Вора. И это не какая-то там старая игра, которая вышла пару лет назад. Нет, она вышла прям парочку дней назад, и я серьёзно ещё ни разу в неё не играл. Как всегда, как вы любите, первое впечатление от игры. Давайте же начнём и украдём что-нибудь. Вот только очень надеюсь, что всё пройдёт чисто до гладко, и мы не окажемся опять в заэскеписе. Сбегать из тюрьм я-то уже научился, а вот грабить, грабить мы сейчас научимся. Лысый наш персонаж, и ребят, вы посмотрите, какой тут графон. В прошлых играх, где мы должны были что-то воровать. Итак, подождите, одну секунду, у меня звонок. Здорово, это я, Винни. Окей, очень странное имя. Возьми лом и слушай меня внимательно, у нас полно дел. Взять лом, да без базара. Убираем в лом сумку, и сразу, угу, следующий звонок. Давай посмотрим, подойдёшь ли ты для этой работы грабани тот дом. Блин, тут, знаешь, много так домов. Не то, чтобы я уже начал волноваться, но это какой-то очень реалистичный симулятор. И первое наше преступление, это сломать доски. В принципе, не так уж серьёзно, я не думаю, что за это нас посадят. Возможно, я зря волнуюсь, и подожди, там уже какие-то люди. Что, что, тихо, 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 лысый мужик на заднем дворе 100% вызовет. Подозрения. Вижу женщину, она меня не видит, но она точно кого-то выглядывает. Аккуратненько, незаметно прокрадываемся. Тихо, 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 тихо. Меня поймали? Уже? Что? Как? Первая попытка что-то стырить, и уже неудача. Раки, чувак, я прячусь в траве, ты меня не видишь. Всё, обходим этого подозрительного человека и идём дальше. Ты глянь, какой ты дебил оставил на полу фонарик, забирай его себе. Зачем мне фонарик? Я же как-то, наоборот, стараюсь скрыться. Но раз он сказал, я сделал. И неужели надо... Разбить стекло? Интересно, как именно я могу его разбить? И в принципе, у меня есть лом и лом плюс стекло. Ну, да, кое-что получается. Включаем фонарик, и, блин, Винни, я уже испугалась, ты зачем так часто мне звонишь? Забираемся в домик, и, блин, я очень хочу надеяться, что здесь, блин, никого нету. Знаете, здесь как-то немного пусто, я даже не знаю, что здесь можно стырить. Мелочь на столе? 15 баксов? Серьёзно? Не говорите, пожалуйста, что я лез сюда только из-за этих 15 баксов. Ну, это не серьёзно, вообще ни разу. Ящики пустые, и... Окей, мы ещё стырили тостер. Время смываться, чувак, залезай в машину, смотри, чтоб никто не видел тебя с ломом. Окей, без проблем, мы украли за сегодня 15 баксов и тостер. Оказывается, здесь всё это время было открыто окно, я зачем-то его разбивал, окей, крайне странная фигня. Моя машина прям за поворотом, и, ребята, это было лучшее ограбление. Садимся, и... Чё, мне прям дадут управлять тачкой? Серьёзно? Да ладно, вам это не только симуляторы грабежа, но ещё и автосимуляторы, и куда бы мне смыться-то надо? Покиньте локацию, да без проблем, у меня ещё на заднем сидении тостер лежит. Не знаю, как у вас, лично у меня-то воспоминания о прошлом деле, мурашки по коже, блин, я... Фух, ребята, это было очень стрёмно. Ну, это того стоило, надеюсь, я смогу заложить тостер, но это будет уже утром, а пока что мы отправляемся спать. Через этот сайт ты сможешь заказать себе новое снаряжение, ничего себе, слушайте, прикольно. Тут, кажется, есть всё от обычного фонарика за 60 баксов до ноутбука хакера за 52 тысячи долларов. Офигеть, конечно, здесь предметов, и, ребята, со всем этим мы будем иметь дело. Помимо магазина со шмотками, здесь есть ещё и чёрный рынок, на котором я могу закладывать свои вещи. К сожалению, старый тостер никому не нужен, и мы можем смело отправиться на следующее дело. Самое главное, дом никого не бывает, и запасной ключ от двери лежит в ящике, так что давайте просто пойдём к машине и ограбим их. Эх, ребята, запомните это место таким. Думаю, если мы продолжим играть в эту игру, здесь совсем скоро всё изменится. И да, продолжение этой игры зависит только от вас, пожалуйста, поддержите меня в комментариях или поставьте лайк, если вам эта игра нравится. И если я увижу какую-то положительную реакцию от вас, то, конечно же, я с огромным удовольствием продолжу снимать для вас эту игрушку. Лично мне эта игра, конечно же, нравится, но у меня типа мало кто спрашивает. Слушай, мы добрались до своей машины, и мы можем отправиться не сразу на ограбление, а ещё и в ломбард, и у меня же есть тостер. Солнце светит ярко, птички поют, и добрый день, мне нужно продать тостер за 3 доллара. Вы сдеваетесь, что ли? 107-й, 108-й, и вон он стоит, 9-й дом. Знаете, думаю, стоит припарковаться подальше от места ограбления. Я же прав, да? Не будем церемониться, просто сразу ломаем забор, прячем ломбард и ищем почтовый ящик, в котором и должны лежать ключи. Где у вас почта, я прошу прощения? Да, я вижу ключ, но он внутри, а я снаружи. Окей, я, кажется, кое-что знаю, что можно сделать. Ломик, настало твое время. Тише, никто ничего не видит, и... Так, а тут что-то мусорный ящик. А что в мусорном ящике? Подожди, я что, сразу не обратил на это внимания, и в мусорном ящике у нас... А, мы можем спрятаться, да ладно? Но вообще, у нас есть дела поинтереснее, чем отсиживаться просто в мусорном ящике. Мы можем украсть тостер, и не только тостер, и еще парочку сковородок. Холодильник, к сожалению, я не унесу, но у нас еще есть ключ, который, в принципе, мне не нужен теперь, как я понимаю, да? А я с телевизором вообще пролезу в окно? Так, стоп, телевизор, иди... Так, телевизор... Телевизор, выходи в окно! О, окей, похоже, через окно с телевизором не получится, но ничего страшного, я же нашел ключи. И, нет, к сожалению, не нашел от этой двери ключи. Аккуратненько, незаметно, открываем багажник, кладем туда наш телевизор, все хорошо, погнали отсюда нафиг. Уже второе дело, и как же я рад, что пока что все обходится без ментов. Но это пока что, думаю, в дальнейшем у нас будут с ментами большущие проблемы, даже, возможно, будут какие-то погони. Но прежде всего, навыки, пока что я могу изучить только одно, это взлом замков, и изучаем. Готово. Теперь мы можем взломать простые замки, отмычки, вот только отмычки у нас нету, или она сама появится. Вот это я понимаю, крупная добыча, на черном рынке мы продаем телевизор за 60 баксов, офигеть. Походу, работаем мы только в одном районе, теперь мне надо просто разбить посуду в доме 110. Хорошо, я попробую. Знаете что, а зачем мне просто разбивать посуду в этом доме, если я могу еще и стырить тостер? А, господи, ребята, мне надо сначала съездить в ломбард. Ладно, раз у меня полный инвентарь, значит, я должен найти посуду, и... О, вот, вижу посуду. Заказ выполнен, и... Окей, давайте просто это забудем, это был очень странный заказ. А, что, мешает, да? А что ты скажешь на это, а? Ничего. Быстро бежим домой, нам уже давным-давно пора купить обычную отмычку, она стоит всего лишь 20 баксов, знаешь, об еще обычной отмычке, а на второй уровень требуется. Хорошо, значит, мы отправимся в 111 дом, но для начала купим подсказки, и в подсказках у нас на дверях старый легкий замок. Офигеть, какая подсказка. Винди дает нам очень годную подсказку, он предлагает нам потренироваться сначала на замке в гараже, и, знаете, действительно, сначала потренироваться. Потому что, как именно это делается, я... Чё? 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 Как? Чё? Походу, сейчас будет кое-что интересненькое, потому что желез будет находиться прямо у себя дома. Да? Это будет интересно. Действительно, здесь есть какая-то молодая пара... Тихо, один меня уже почти заметил. Возвращаемся сюда чуть-чуть попозже, у нас сейчас на часах, вроде как, с 7 утра. Винди подсказывает, что у нас есть какая-то одна коробка, надо подождать, пока все уйдут, ну, окей, подождем. Перепарковал машину, и... Опачки, опачки, а кто это у нас свалил? Окей, времени не теряем, сразу идем взломаем двери. У нас есть классная отмычка, не знаю, как именно ей пользоваться, но... Эй, 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 давай-давай, поворачиваюсь, кого фига? И так, и так, и так, поворачиваем, давай-давай, иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди по... Я сломал. Я сломал отмычку. Я сломал, мать её, отмычку, окей, у нас есть другой выход, это ломать стекло. Но, к сожалению, здесь не получится сломать стекло, потому что... Ха, ребята, я провалил задание. Только потому, что сломал отмычку, но... Блин, чёрт возьми, ребят, я не знал, что её можно сломать. Я думал, она одна, на всё время, ребята, быстренько возвращаемся домой. Ну, точнее, к ним домой, и вроде как дома никого нету. И так, быстренько смотрю в окно, да, действительно, никого нету, на этот раз у меня целые две отмычки. Аккуратно поворачиваем, и... и на этот раз у нас ничего не ломается, почти не ломается. Знаете, эту отмычку, чёрт возьми, очень легко сломать, я уже две сломал, да ладно, вам! В очередной раз мы сюда возвращаемся, и, блин, ребята, у меня опять две отмычки, буду действовать очень-очень осторожно. Тоже знал, что их так легко можно сломать. Хух, ребят, спяты, попытки, всё хорошо, тырим телик, не знаю, надо или нет, надо. Машина моя припаркована на другой стороне улицы жителей этого города, добрый день, я вас... Хух, хорошо, что я вас не вижу. Телик отправляется вот сюда, вот в баг... не понял, телик, иди в багажник. Ну, а самое главное, это обыскать какую-то там коробку, окей, подозрительная коробка, и больше здесь ничего, наверное, нет интересного, да? Обыщем все ящики, обязательно тут у нас пиво, и в ящиках нет ничего интересного. Со стола тоже ничего взять не могу, зато могу стоить кастрюлю, вы чё издеваетесь, чё я всякую посуду тырю постоянно? Какие-то там сковородки, тостеры и так далее. Короче, давайте сначала в ломбард, а то у меня денег вообще нету. Серьёзно, все свои деньги я уже сумел спустить на отмычки. Всё, что нам остаётся сделать, это отправить коробку через вот этот сайтик, и за 100 баксов ничего. Ооо себе! Отлично, звонок от Винни, надеюсь, он меня похвалит. Взяли только что новое дело, разбить окно, но знаете, давайте-ка мы этим делом займёмся уже в следующей серии. Я почему-то уверен, что эта игра вам понравится, и мы здесь ещё проведём не один день, но а сейчас я серьёзно паду, стал грабить вот эти вот здания. Другими словами, я устал отрить эти кастрюли, так что всё, ребят, я заканчиваю. Не забывайте писать свои комментарии, будьте уверены, я их прям все прочитаю, и давайте в течение часа попытаюсь на все комментарии даже ответить. На это у меня действительно всё, ребят, я желаю вам огромной удачи, и до новых встреч на моём канале, всем пока!